Давайте поговорим о прилагательных. Мы с вами уже брали существительные, глаголы, местоимения, а эту часть речи ещё не брали. Прилагательные прилагаются к существительному и описывают какой-нибудь его признак. Во французском языке существительные бывают либо женского жанра, либо мужского жанра. Прилагательные показывают жанр. Когда прилагательное прикладывается к существительному мужского жанра, оно выглядит так же, как в словаре. Это базовая форма. Мужской жанр – единственное число. Если прилагательное прикладывается к существительному женского жанра, оно приобретает на конце букву «ы». «ы» является признаком женского рода. Но это только в том случае, если буквы «ы» не было на конце прилагательного в его начальной форме. То есть прилагательные согласуются в жанре со своим существительным. Прилагательные согласуются и в числе. Признаком множественного числа является буква «с». Опять же, если в начальной форме прилагательного нет буквы «с» на конце, то она будет появляться, чтобы маркировать множественное число. Если прилагательному одновременно нужно будет показать женский жанр и множественное число, то будет писаться «ы», «ы». Правило чтения. Буква «ы» на конце не читается, буква «с» на конце не читается. И вот этот хвостик «с» тоже на конце слов не читается. То есть прилагательные во французском языке согласуются со своим существительным в роде и числе. Давайте возьмём сначала слово мужского жанра, чтобы приложить к нему базовую форму прилагательного. Мы можем только с определённым артиклем взять мужской жанр. «Лё ра» – это «крыса». И мы можем взять прилагательное «гры», «серый». «Лё ра» – «гры», «серая крыса». Давайте возьмём прилагательное женского жанра. Мы можем взять с определённым артиклем. «Ля ра» – «робе». «Платье» можно взять с неопределённым артиклем. То есть платье известное или неизвестное говорящему. «Юн робе». И приложим прилагательное «гры». Оно приобретёт «э» на конце, а «с» уже оказывается не на конце слова. Значит, её здесь нужно читать. И вот вам новое правило чтения. Буква «с» между гласными читается «з», даже если буква «э» не читается. Получается «грыз», «юн роб грыз», «серое платье». Теперь давайте поговорим про место прилагательное. В основном все прилагательные будут ставиться после существительного. Только некоторые, которые часто используются, имеют наглость встать между артиклем и существительным. Например, прилагательное «пы», «ти». Маленький. Чаще всего его произносят «ти». Буква «э» в такой позиции беглая. Её выбрасывают. Когда она окружена по одной штучке согласным звуком, а дальше идёт гласный. Вот в этой позиции её не произносят, но могут её произносить, например, в стихотворениях, в песнях, если нужен этот слог. «Лё пти-ра» – «маленькая крыса». «Лё пти-ра» – «юн пти-т-роб». «Маленькое платье». Буква «т» уже не на конце слова, и её нужно читать. Не всегда появление буквы «э» меняет произношение. Например, возьмём прилагательное «жоли». Красивый, симпатичный. Если добавить «э», то произношение не изменится. «Лё жоли стилё». «Игрек» читается «и». Ручка. Мужской жанр. Красивая ручка. «Юн жоли жюпе». Симпатичная, красивая юбка. Бывают прилагательные, которые в своей базовой форме заканчиваются на «э». Значит, у них один вид. Например, прилагательное «рар». Редкий. «Лё ливр рар». Редкая книга. Книга – слово мужского жанра. «Ла тюлип рар». Редкий тюльпан. Слово женского жанра. Редко.